В эти дни казахстанцы вспоминают историю 37-летней давности. В 1986 году активисты молодежных движений вышли на улицы, чтобы отстоять свою позицию в борьбе за независимость. В их числе был и герой репортажа моей коллеги Карлогаш Минаяковой. Выступления молодежи в холодном декабре 1986 года навсегда врезались в память Мирхана Шерембетова. К моменту трагических событий воину-интернационалисту, отдавшему свой долг в Афганистане, было 26 лет. С течением обстоятельств, будучи режиссером эфирной службы программы Алатау Казахского телевидения, Мирхан стал участником тех событий. Вот это вот здание наше красивое АСК-2. Отсюда я вышел отдать список руководству нашему. Ну и естественно, это меня заинтересовало, во-первых, как представителя своей нации, да, и тем более как режиссер, зашел на площадь. Список работников Мирхан понес к зданию аппаратно-студийного комплекса, которое находилось в эпицентре происходящих событий. Алматы. Утро 17 декабря. Площадь Брежнева. Студенческая молодежь несет распаранты с лозунгами. Отдав список руководству телевидения, режиссер присоединился к участникам движения. В тот день, такой же зимний день, снежный, морозец такой был. Молодые мальчишки, девчонки, студенты, школьники с семьями ходили здесь. Ну, как обычная демонстрация была. В газетах тогда писали, что молодежь в алкогольном и наркотическом опьянении грубо нарушала общественный порядок. Но это было исключительно мирное шествие, вспоминает Мирхан Шерембетов. Доказательством тому служит видеоматериал, отснятый его коллегой, режиссером Рубикжаном Яхиным. Это видео первого дня мирной демонстрации. Я тоже была в тот день среди них. Все, что писали тогда в газетах, было клеветой. Среди нас не было ни алкоголиков, ни наркоманов. Отснятый видеоматериал стал неоспоримым доказательством того, что шествие молодежи было мирным. Он мог развеять неправедные обвинения в адрес казахской молодежи. Сотрудники КГБ постарались изъять этот материал, но благодаря Рубикжану Яхину часть его удалось сохранить. Вернувшись на работу после мирной демонстрации, Мирхан зашел в кинопроекционную. Там его уже ждали представители комитета госбезопасности. Я даже и не думал, что попаду на видео. Это видео, то, что Рубикжан Яхин, коллега, наш друг, отснял. Вот я оказался в этом видео. И получается, как бы он зафиксировал такой, можно сказать, исторический момент для Казахстана. Допрос шел больше двух месяцев. То, что его оставили в покое, сыграла положительная характеристика с места работы и звание воина-интернационалиста, давшего свой долг в Афганистане, считает режиссер. Позже эти кадры легли в основу документального фильма «Хроника необъявленной демонстрации». Вспоминая те трагические дни, Мирхан Ашерембетов уверенно говорит, что это была первая попытка казахстанцев выразить свою гражданскую позицию, воспользоваться правом слова гарантированной Конституции. Казахстан провозгласил независимость спустя пять лет после Жалтохсана 16 декабря 1991 года. Карл Гашминаякова, Радио Джекупов, 24КЗ, Алматы.